И вдруг, когда я спускаюсь и уже на концерт иду, ко мне подходит внизу, в том месте, которое сегодня по-русски называется отвратительным словом, Лаби, значит, ко мне подходит человек, американец, седовласый, такой похожий на Джеймса Бонда постаревшего, и говорит, смотри, Задоров, я говорю, да, откуда вы меня знаете, но он явно американец, видно сразу, он говорит, я возглавляю департамент ЦРУ по изучению России, я вообще обомлел, у меня всякие знакомства были, но такого у меня еще не было, я ему говорю, у меня бы раньше расстрел был за то, что я с вами сейчас поздоровался, а он говорит, да ладно, времена изменились, и дальше фраза, которую я не забуду никогда в жизни, мы, 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 он так и сказал, мы проводим конференцию русских политиков и бизнесменов, вы можете об этой конференции узнать, вы можете найти о ней в интернете все сведения, просто о ней сегодня замалчивается, о ней никто сегодня ничего не говорит, как будто этой конференции не было, и он мне говорит, вечер, да, он страшную фразу мне сказал, мы, я говорю, откуда вы меня знаете, я спрашиваю, откуда вы меня знаете, а он мне говорит, я по вашим выступлениям изучаю психологию русских, я говорю, вы меня сейчас к предателю приравняли практически, я теперь буду думать, когда выступаю, когда критикую наших, он говорит, да ладно, времена изменились, давайте, у нас сегодня, говорит он, закрытие конференции, я вас приглашаю, попьем чаю вечером, вот здесь в ресторане гостиницы, ну, в общем, он скупердяй оказался редкий, действительно, как чай обещал, так и только чай поставил, даже булочки не купил, но, я видел всех, как он и сказал, я всех видел будущих демократов, я видел будущих олигархов, я видел бизнесменов, они все были на этой конференции, и сегодня, когда я на многих из них смотрю, говорю, ну, я же понимаю, почему реформа образования вот такая, да, потому что вы там были, кто это образование, реформы сегодня внедряет в Россию, я понимаю, почему расформировывается Академия Наука, потому что вы там были, кто сегодня этим занимается, и мне этот цирушник говорит, многие из этих ваших людей настолько умны, он мне вешает лапшу на уши, цирушную свою, говорит, что, что читали у нас лекции, какие они лекции могут читать, они получали по 30-50 тысяч долларов за лекцию, вот это и есть агенты влияния, которые непрямым путем получали бабки, вот так вот в конверте, через почтовый ящик под пенек засовывали, навро другие технологии, подошел бывший вице-премьер, обнялся с цирушником, приобнялись они по-пацановски, потом мне говорит, а ты не боишься, я говорю, я боюсь, ты бывший вице-премьер, нормально, и ты мне говоришь, мне, я фуфло полное по сравнению с тобой, подошел Боря Березовский, приобнялись, он не стал меня предупреждать, Боря, потому что у Бори нет дружбы, у него не было дружбы, у него была только целесообразность, и любовь и та с предоплатой, жалко, мне, кстати, жалко, он хороший ученый был когда-то, но встрял, просто вступил в политику и весь измазался, и подошла наша демократка одна, элегантная, красивая, и рассказала цирушнику только о них, что цирушник покраснел, вот это была, у меня гордость обуяла меня за русских женщин, которые не только коня на скакосты, но еще и цирушника в краску вогнать может, и он мне говорит, цирушник, мы знаем все, сказал он, кто убил Листьева, кто убил Старовой, я говорю, вообще-то мы все тоже это знаем, умные люди, те, кто заказали Листьев, между прочим, на вашей конференции сказал, я здесь присутствую, он малость завис от такой наглости моей, что вот так вот в открытую я это заявил, а он говорит, мы только не представляем, кто будет президентом России, вот как ваше мнение об этом, и вот все время пытался меня, а я тоже, откуда я знаю, я говорю, я могу пошутить, и шутка сбудется, это дело другое. Насчет Конституции, я не читал эту Конституцию, как и большинство наших людей, и мне не надо, потому что у меня есть свои законы нравственности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok